Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий-Эрбалатов. И сегодня у нас в гостях депутат Народного собрания Республики Дагестан, член Комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самовыправлению Амирханов Амирхан Ахмедханович, представляющий в парламенте Новолагский район. Амирхан, вы хоть и не работаете на постоянной профессиональной основе, активно участвуете в обсуждении и подготовке законопроектов в вашем комитете. Прошло полгода после выборов нового состава Народного собрания. Как вы думаете, какие наиболее важные законопроекты прошли через ваш комитет? Спасибо за вопрос. Безусловно, деятельность парламента – это прежде всего законодательная. В этой связи мы проделываем достаточно большой фронт работы. Полгода – это относительно небольшой период времени, за который можно было рассказать о достигнутых успехах. При всем достаточно уже период времени, в который можно уже сказать, что определенная работа сделана, что выстроены определенные цели для дальнейшего развития парламентаризма. Если касаться конкретно законов, то, что получается в рамках комитета мы рассматривали, изучали, собирали даже парламентские слушания с приглашением представителей общественности, с приглашением специалистов в сфере юриспруденции. Это можно отметить такие законы, как закон об антикоррупционной экспертизе Республики Дагестан. Можно отметить закон о порядке эвакуации транспорта, оставленном вне мест, отведенном для парковки. Сюда же можно добавить закон, который мы рассматриваем по сегодняшний день. Это закон о статусе депутатов Народного собрания. Здесь есть определенные сложности, они связаны с тем, что федеральное законодательство рекламентирует определенный комплекс, но не прописывая процессуальный порядок претворения. Поэтому в этой сфере сейчас ведется работа, для того, чтобы это привести в соответствие с требованиями, с тем, чтобы это именно работало и давало свою пользу. То есть вот такого рода работу мы проделываем. Работа у нас заключает не только мы собираемся, консультируемся, проводим дебаты. У нас работа достаточно живая, например, в сфере развития законопроекта «Отместение изменений в закон об эвакуации автотранспорта». Мы с депутатской группой, с привлечением специалистов, выезжали в ГИБДД по республике Дагестан, встречались специалистами, встречались непосредственно с населением, которое столкнуло с подобного рода процедурой, выслушали их, выслушали пожелания, их претензии, выслушали непосредственно штрафстоянку, изучали условия и порядок ее работы. То есть непосредственно через практическую призму мы пытаемся выработать механизмы, которые были бы наиболее удобны, наиболее совершены для применения на практике, для того, чтобы удовлетворить потребности нашего населения. А вот в других регионах вы не смотрели, как этот закон работает? – Да, безусловно, в своей работе мы изучаем практику регионов, поскольку всегда идти уже по проторенной дороге проще бывает. В частности, вот буквально неделю назад я был в командировке в Москве, и мне довелось встретиться в департаменте транспорта города Москвы с его заместителем Корнеев такой есть, достаточно квалифицированный специалист. Вот именно вопрос этот мы с ним обсудили. Практика Москвы для нас очень полезна. То есть тот опыт, который они выработали, мы хотим применить сейчас на уровне нашей республики. Те вопросы, которые нас беспокоили, именно вот вопросы с точки зрения законодательной регламентации, с помощью них мы прояснили. Я думаю, что в ближайшее время именно в том свете, который нам кажется полезным, этот закон у нас выйдет именно в свет. Вот еще поясните, пожалуйста, вот ваш комитет как раз таки называется по законодательству, да? То есть как бы один из таких основных базовых комитетов. Вот два типа законопроектов, да? Одни разрабатываются у вас, точнее говоря, у нас в республике, а другие есть законопроекты, как говорится, которые приводят в соответствии с федеральным законодательством. Есть вот это различие, и в чем оно заключается? И каковы там возможности республики поправить что-то федеральное? Есть такие вообще возможности? Ну да, безусловно, вы правильно отметили, что есть у нас федеральные законы, если более юридическим, так сказать, правильным языком изъясняться. Есть о республике субъектов Российской Федерации, в частности законы республики Дагестан. Безусловно, в какой-то сфере этих уровней законы и законопроекты, они корреспондируют, безусловно. То есть есть сфера совместного ведения, которая должна быть и регламентация федерального, получается, уровня власти, и, безусловно, субъекта Российской Федерации. Ну, есть законы, которые мы принимаем без оглядки на федеральные центры, по той простой причине, что это сфера деятельности именно внутренняя, внутриреспубликанская. Полномочия республики переданы, да? Да, полномочия, которые переданы, безусловно. Это еще Конституция регламентирована, перечень вопросов. Поэтому, безусловно, приходится сталкиваться. Но, так или иначе, мы живем в едином государстве, и мы обязаны учитывать специфику федеральных законов, их преломления на практике, скажем, наших регионов, безусловно. Согласно порядку именно инициации и рассмотрения законопроектов в нашем высшем законодательном органе власти Государственной Думе, дальше в федеральном собрании, мы, как парламент субъекта, обладаем правом законодательной инициативы. То есть, мы можем выходить с предложениями о внесении поправок, изменений, дополнений. То есть, подобное право у нас в Конституции предусмотрено. И, безусловно, мы его реализуем, насколько это представляется нам возможным. Ну, я говоря проще, чтобы людям было понятно, нашим телезрителям. Вот, допустим, есть закон, регламентирующий время, когда нельзя шуметь по тишине, да? Допустим, к примеру, с 11 до 6 утра. Федеральный закон говорит. А может, народное собрание не с 11, а с 10 поставить вот время вот такое вот. То есть, вот мне интересно, есть ли возможности у парламента республиканского менять вот эти некоторые границы, которые в федеральном законодательстве? Очень хорошо, что вы этот закон вспомнили. Кстати говоря, это то, над чем мы в последнее время тоже работаем. То есть, здесь у нас закон об организации тишины и покоя граждан Республики Дагестан. Да, очень важный, конечно. Очень важный закон, и он прописывает, что надо понимать по тишиной, что надо понимать под нарушением тишины. Он предписывает недопущение шума и другого нарушения спокойствия во время, в период с 23 до 8, это будние дни и до 9 утра, это выходные и праздничные дни. Вот в этой связи у нас был принят закон, но вот ответственности за нарушения до последних времен у нас не было. Буквально в Кодекс Республики Дагестана об административных правонарушении мы ввели сейчас норму административно-правовую, согласно которой лица, которые нарушают спокойствие и покой, будут привлекаться в соответствии с данным законом административной ответственности. А что касается возможности, в разнице понимания, например, часов, безусловно, у нас право такое есть. Безусловно, право есть. Почему? Потому что специфика каждого региона, она достаточно самостоятельная, индивидуальная. Если ее не учитывать, то я не понимаю, зачем вообще нужны парламенты на уровне субъектов. Даже, будем говорить так, Россия огромная страна, где масса часовых поясов, даже темное время суток наступает в разное время и так далее. Но вот здесь вот такой нюанс, я все-таки хотел бы, чтобы люди понимали, я на собственной практике в своей жизни сталкиваюсь, иногда просыпаешься в воскресенье от того, что там 8 часов утра уже кто-то начинает сверлить и долбить там что-то, стены и так далее. Вот что делать человеку, вот есть, это прописано в законе? Да, безусловно. Как я уже сказал, если это выходной или праздничный день, не имеют права беспокоить, беспокоить все наши граждане, никто и ничто, получается, до 9.00. В этой связи, если подобные факты имеют место, надо просто нас брать соответствующийся орган правоохранительный, в частности, в полицию, можно пригласить участковую полицию, это их непосредственная задача по обеспечению общественного порядка, поэтому в этой связи... То есть отказать они не могут, они обязаны являться? Они не отказывали, они не отказывали, по своей практике, они, безусловно, реагировали, но не было механизма привлечения к ответственности. Если это, скажем, пограничило с грубым нарушением общественного порядка, ну, могли привлечь к административной ответственности по хулиганству. Но если не было грубо нарушения общественного порядка, ну, ограничились только разговорами и просьбами там не шуметь, ну, а сейчас, в данном случае, я считаю, это более должно быть действенно, есть способ даже наказать нерадивых соседей, причем это очень актуально в свете развития у нас в республике всяких увеселительных заведений, которые, особенно в летнее время, совершенно не считаются интересными рядовых граждан и могут до утра громкую музыку, соответственно, себе позволить и прочий вот шумораздражающий эффект. Поэтому в свете этого закона это очень полезно, потому что есть повторные привлечения за подобное нарушение, оно уже более жесткое, скажем, ставит потолки ответственности. Поэтому это очень все, я считаю, полезно и актуально. Ясно. Ну, как Вы сказали, законопроектная работа очень важна, но люди, вот, как правило, о депутате судят по его работе как бы с избирателями. Вот, расскажите, вот Вы представляете Новолахский район, какие там проблемы, что Вам удалось сделать конкретно? Да, Вы совершенно верно отметили, что все-таки больше, чем законодательная работа, работа депутатов, работа с населением, с нашими избирателями. Я представляю Новолахский район, ну и без приключения сказать, это самый сложный район на сегодняшней республике Дагестан. Вы имеете в виду то, что переселение? Да, прежде всего, это непрекращающий процесс переселения, это достаточно острые национальные вопросы, которые стоят. Это плачевное состояние, вот территория Новостроя, социально-бытовое, очень плачевное состояние. В данном случае мы с такой проблемой, что финансирование и обеспечение, скажем, потребностей возникающих на территории Новостроя, это также часть Новолахского района, которая сейчас в данном случае формируется вблизи Махачкалы, нашей столицы. Мы из бюджета Новолахского района не можем ничего тратить на нужное население. В этой связи создана дирекция, то есть это специальное учреждение, которое занимается переселением, они же занимаются строительством, обустройством этих территорий. Уже который год нет финансирования, ни с федерального, ни с республиканского бюджета, а который финансирование отводится, оно весьма и весьма ограничено, поэтому в этой связи возникает большое количество социальных проблем. Получается, бюджет Новолахского района тратится, не может найти нужную, потому что это нецелевое использование. У дирекции средств нет, потому что не выделяются из бюджета. И люди в данном случае предоставлены сами себе, даже на данный момент непрекращающиеся проблемы, каждый день отключают свет. Я уже не говорю о проблеме того, что не хватает мощности, электроэнергии, с этим вообще уже вопрос мы даже не обсуждаем. элементарно из-за дня в день отключается свет. То есть такой чинят дискомфорт населению, и мы ничего с ним поделать не можем. Мы обращаемся в разные инстанции, мы его написали в прокуратуру. То есть люди тоже доведены до отчаяния. И вот в таких ситуациях приходится работать. По сути, это те вопросы, которые безусловно отведены и компетенцией моей, как депутата. Но вот когда натыкаешься постоянно на стену, непонимание, либо нежелание понимать эти проблемы, конечно, достаточно сложно. Единственное, что в этом случае, в данном ситуации, вернее сказать, успокаивает, то, что народ верит мне, как мало дому. Вы прием граждан осуществляете же в районе. Какие проблемы они в основном? В основном социальные проблемы. В основном социальные проблемы, да. Это и вопросы, связанные с компенсацией за переезд. Очень сложно обстоит у нас в этом деле ситуация. Люди не верят, по сути, государству. Они полагают, что очередной раз обманут, не дадут. Поэтому затрудняется процесс переселения во многом из-за этого. Приходится находить с ними общий язык. При этом мы не унываем. Несмотря на все сложности, мы пытаемся максимально развивать такие вопросы, в частности, как образование, такие сферы, как спорт. С моим участием введены несколько республиканских турниров на уровне района. Мы их проводим достаточно успешно. Молодежь, да? Да, чтобы молодежь привлекать. Чтобы они видели именитых спортсменов, чтобы росли на их примере. Постоянно мы думаем, как модернизировать образование, потому что в период кризиса, когда все упирается в финансы, это делать несколько сложно. Но при всем мы находим разного рода инновации. Поскольку традиционно Новлакская средняя школа, это была школа достаточно сильная. Очень много выходцев из Новлакского района, которые закончили самые престижные вузы страны. Это большое количество кандидатов и докторов наук, которые опять-таки вышли из средней школы Новлакской. Поэтому перед нами стоит задача не потерять этот уровень. Сделать все возможное для того, чтобы не только сохранить, но и приумножить эту возможность, этот потенциал. Поскольку мы понимаем, что за образованием это будущее. То есть, эту работу мы проводим безусловно. Понятно. Ну что ж, Амиркад, я вам желаю успехов. На вашем таком нужном пути, важном пути, оказании помощи простым людям. На самом деле, конечно, даже квалифицированная юридическая помощь в наше время, даже это уже много. И самое главное, всегда быть рядом со своим избирателем, чтобы он понимал, что вы как бы не просто так избрались, а избрались для того, чтобы защищать их права. Всего вам наилучшего. До новых встреч. Большое спасибо. На прошедшей неделе в Народном Собрании обсудили ход подготовки и проведения весенних сельскохозяйственных работ. Вел совещание первый заместитель председателя Народного Собрания Республики Дагестан Сагид Ахмед Ахмедов. В работе совещания приняли участие депутаты Народного Собрания Асиат Алиева и Марина Катенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Мусаэфинди Велимурадов, глава администрации Кизлярского района Александр Погорелов и другие. Сагид Ахмед Ахмедов в своем выступлении подчеркнул, что в послании главы Республики Дагестан Народному Собранию было отмечено, ключевой отраслью для Дагестана является агропромышленный комплекс, который оказывает существенное влияние на экономику Республики и обустройство дагестанцев. И как показывает опыт, эта отрасль может быть успешной. За последние четыре года производство продукции сельского хозяйства выросло почти в полтора раза. По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу с привлечением заинтересованных министерств и ведомств для изучения вопросов, связанных с проведением в 2017 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ. В региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Махачкале продолжается прием граждан. На прошедшей неделе обращение граждан выслушал председатель Комитета Народного Собрания по бюджету, финансам и налогам Сейфуллах Исаков. К депутату поступило обращение от махачкалинца инвалида первой группы Габибуллы Курбанова. Заявитель просил оказать содействие в выделении в черте Махачкалы отдельного участка у берега моря для организации отдыха инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В беседе Курбанов уточнил, что эта просьба коллективная от всех инвалидов с различными диагнозами. Со слов заявителя, инвалидам сложно насладиться купанием в окружении здоровых людей. По данному вопросу было поручено подготовить официальное обращение к руководству Республики и администрации Махачкалы с просьбой о содействии в выделении участка пляжа и его обустройстве для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями. Следующей к депутату Народного Собрания обратилась жительница Махачкалы Зухра Насрединова, опекун сироты Нажмуттина и Многожарова, с просьбой о содействии в поступлении юноши в Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова. Со слов заявительницы, с самого раннего детства у мальчика был интерес к живописи и склонность к рисованию. И его мечта – это продолжение учебы в Москве. На имя руководства академии будет направлено соответствующее письмо ходатайства. Будем надеяться, что мечта этого талантливого юноши сбудется. Уважаемые телезрители, на этом у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова